В девятый раз Кубок Содружества 2018 по хоккею на траве принимает город над Богом. На первый тур к Брестскому клубу «Строитель» приехали хоккейные дружины из Винницы, российской «Электростали» и извечный соперник «Брещан» команда «Минск». У нас давние дружеские отношения, в первую очередь. Это у них, если к ним приехали, они говорят, у нас еще снег лежал, мы уезжали, им же надо где-то тоже поиграть. Это как бы уже традиция, мы славяне, мы встречаемся всегда друг другу рады. Я думаю, что этот турнир будет жить, пока мы будем живы. Команда играет по круговой схеме, победителем станет дружина, завоевавшая больше всего очков. Первыми на площадку ушли хоккеисты Минска и российская «Динамо Электросталь». В ходе напряженной игры со счетом 4-2 белорусы уступили. Наша команда ставит всегда самые высокие задачи, занять первое место на этом Кубке, но в первую очередь поиграть с хорошими соперниками. В принципе, все команды очень хорошие, это лидеры своих чемпионатов, как и Минск, как и строитель Брест, как и Винница. Поэтому очень хороший турнир, очень ждем хороших игр. С 2018-го статус Кубка Содружества значительно повысился. Турнир зарегистрирован в Европейской Федерации хоккей на дрове. Участвуют в соревнованиях победители и вице-чемпионы своих стран. Поэтому ярким по игровому рисунку и напряженным по эмоциям получился матч между Брестским строителем и украинской ОКС ШВСМ из Винницы. Итог – ничья 6-6. Задачи на турнир у нас всегда стоят максимальные. Задачи минимум у нас задача максимум. То есть мы к каждой игре относимся всегда положительно настраиваемся и каждую игру мы хотим завершить, конечно же, победой. Кто бы то ни был, команда из Винницы, из Электростали или из Минска. У нас каждая игра, мы должны играть на победу и стараться победить. Здесь нельзя сказать, что мы займем третье, второе или какое. Мы будем стараться занять первое место, конечно. Но игра есть игра, это же всякое может быть. Тут заранее я не могу спорнозировать. Кубок Содружества – это еще и подготовка к выступлению в Кубке чемпионов в дивизионе «Трофи». Он пройдет в мае в Австрии. Строитель и Минск попали в одну подгруппу вместе с Польшей и Шотландией. Это хорошо, если с одной стороны играют две команды. «Трофи» – это второй турнир по значимости после Евролиги. А всего в европейском хоккейной треве есть шесть ступеней. Вот мы сегодня на второй ступени вместе с Минском. Ну, при удачном выступлении, возможно, кто-то одна из команд, но обычно кто-то чемпион, то она может попасть в высшую лигу, это Евролига, которая как в футболе – лига чемпионов. Сегодня и завтра команды проведут еще по две игры. Какая из дружин станет чемпионом и обладателем Кубка Содружества, станет известно после завершения второго тура, который пройдет в августе в Минске. Уровень его не уменьшился. И сегодня, может быть, немножко сложнее, потому что раньше были одни виды финансирования и так далее. Но наше предприятие лично, которым я управляю, наверное, долг, чтобы дети, начиная, занимались обязательно спортом. И вот через хоккей на траве здесь мы очень доволен, что этот микрорайон – восток, не только восток. Здесь не уменьшается количество специалистов и желающих заниматься этим видом спорта. Ирина Альшова, Григорий Пекарский, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.